Друзья, всем привет! Привет! Наверное, у многих закрался вопрос, зачем же ему крышки от сковородок. Не подумайте, что я собрался что-то кашеварить. Наоборот, сегодня будем делать довольно-таки серьезные вещи. Начнем направление в сторону усовершенствования фонарика. Для этого мы попробуем сделать простейшую линзу, которая будет состоять из крышек, склеенных на силикон. И заполним мы это все делать дистиллированной водой, чтобы потом здесь не завелась никакая живность. В самой линзе внутри. Хочется все-таки добиться какого-нибудь сфокусированного луча, более-менее сконцентрированного. Просто свет от фонарика очень-очень сильно рассеивается. На камеру это не видно, но очень много мощности от фонарика просто рассеивается в стороны. И должного эффекта от фонарика не получается. В общем, давайте быстро попробуем сделать линзу и поэкспериментируем, что у нас получается. Если все будет хорошо, то мы продолжим движение в этом направлении. В общем, поехали, давайте сделаем. Освободил стекло от железного ободка. Протер предварительно. И теперь нам нужно заделать силиконом первым делом вот эти вот отверстия, которые остались от крышки. Предварительно обклеивать скотчем. Все, теперь можно заполнить силиконом. Теперь еще раз хорошенечко протираем. Проверяем и можно склеивать. Оставлял корпус линзы на ночь, чтобы силикон хорошенько высох. Все получилось довольно-таки очень аккуратно. Вот и сейчас нужно наполнить линзу жидкостью. Самый быстрый способ заполнения линзы оказался с помощью капельницы. Здесь наверху подвесил ее и процесс идет, в принципе, довольно-таки быстро. Процесс идет, почти заполнилась. Так получается очень качественно, практически без пузырей. И надеюсь, потом не придется их выгонять отсюда. После заполнения жидкостью осталось заделать верхнее отверстие силиконом. Необходимо проследить, чтобы края отверстия были сухие от воды. Иначе силикон просто не прилипнет. Так, в принципе, линза почти готова. Осталось теперь, вот она отстоялась, собрался здесь воздух везде. Немного нужно собрать его и вывести. То есть где-нибудь вверху вырезать кусочек, вывести его туда и снова заделать силиконом. После того, как силикон уже окончательно высох, я вышел на улицу, чтобы произвести первые испытания линзы. Были у меня сомнения по этому поводу, будет ли она работать или нет. Но, как вы видите, фокусирует она очень хорошо, солнечный свет. Фокусное расстояние получилось довольно-таки большим, где-то 80 сантиметров. Это не очень хорошо, потому что на этом расстоянии от фонарика свет уже довольно-таки сильно рассеивается. И понадобится огромная линза, чтобы собрать как можно больше света. Была бы кривизна линзы побольше, фокусное расстояние было бы меньше. Несмотря на это, я результатом доволен. Получается даже прожигать дыры. И даже несмотря на слабую интенсивность солнца зимой, удалось даже поджечь шпон. Вот она линза. Хочется еще поэкспериментировать с ней. В общем, собрал такую установку. Хочу проверить, будет ли она фокусировать свет от фонарика. Конечно, у меня предположение, что она работать не будет. Потому что здесь не один светодиод, а 100. И причем в каждом еще по 100 более мелких светодиодов. Получается 10 тысяч светодиодов. Но все равно посмотреть интересно. В общем, сейчас мы ее вот сюда установим. И проверим на улице. И можно будет подвигать вперед-назад линзу. Половить фокусное расстояние. Есть у меня небольшой 100 ватный светильник. Сейчас посмотрим, как от него фокусируется свет. Еще блин. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем пока, друзья, до новых встреч!